После вступления, шейх говорит, что одной из милости, которую Аллах наделил в нас, даровал нам то, что нам дал дожить до Рамадана, до этих последних десяти ночей. И за эти милости, за это благо надо благодарить Аллах. Как нам следует благодарить Аллаха за это благо? Это чтобы мы проявляли усердие в эти последние десять ночей Рамадана из-за всех сил, которые Аллах нам даровал. Нам нужно стремиться выстаивать большую часть ночи в молитве. Больше читать Кур'ан. Обращаться к Аллаху с дуа, особенно с тем дуа, которые обучил пророк Аишу. Аллахумма, иннака Афу, интухиббул Афуа, фа'фу анни. Яقول, это дуа. Пусть говорит, человек должен говорить дуа, Аллахумма, иннака Афу, интухиббул Афуа, фа'фу анни. То есть, О, Аллах, ты снисходительный, любишь быть снисходительным, так будь же снисходительным ко мне. Фа'фу анни, фи мали, фи бадани, фи володи, фи дуния, фи ахира, фи лкабур. Хааза яшмал хайрая дуния вал ахира. Боль снисходительным ко мне в том, что касается моего имущества, моих детей, мою семью, мою жизнь, мою могилу, мою последнюю жизнь. Это включает в себя благо, как этой жизни, так и последующей жизни. И когда мы хотим обращаться к Аллаху с дуа в эти дни, мы не должны забывать об этой мальбе. Она является самой важнейшей. Лучше всего, если выстаивание ночи будет последнюю треть ночи, ближе к фаджру, то есть примерно за пару часов до фаджра. И лучше всего обращаться к Аллаху с дуа, именно с мольбой, именно в сучуде, в земном поклоне. И в конце этой молитвы мы совершаем нечетное количество ракаатов, а то, что называется витр, это один или три ракаата. Если человек знает что-то наизусть из Кур'ана, то пусть читает по памяти своей. Если он проведет молитву, то есть простоит молитву с имамом в мечети полностью, то ему будет записано, что он простоял молитву всю ночь. Что касается женщины, то ей лучше совершать эту молитву дома. Ей можно также читать из мусхав, то есть из Кур'ана во время молитвы, однако стараться не совершать многочисленных движений. То есть, допустим, ставить мусхав, то есть Кур'ан, на стул или на что-то подобное этому, чтобы не совершать многочисленных движений лишних. Если человек может совершать иотекав в эти последние 10 дней ночей Рамадана, то есть пребывать непрерывно в мечети, в которых совершаются коллективные молитвы, то это является особо желательной суммой. Также человеку следует побольше давать садака, то есть давать милостыне. Даже если это что-то маленькое, что-то незначительное, ты даешь садака, то есть милостыне. Даже если это один финик, как сказал посланник Аллаха, что не принижай, не относись с принижением к чему-либо из благого. Пусть посмотрит человек, что у него из лишнего дома из одежды, из посуды и тому подобное. Пусть дарует это кому-либо в качестве милостыни, в качестве пожертвования. Что же касается ночи предопределения, либо ночи могущества Лейля Туль-Кадр, то вероятнее всего, что она будет выпадать на одну из нечетных ночей, то есть 21-ю ночь Рамадана, 23-ю, то есть имеется в виду ночь на 21-й день, ночь на 23-й день, ночь на 25-й день и так далее. И шейх просит Аллаха, чтобы он принял у нас наше поклонение, и особенно в ней ночь предопределение дал нам достать, и завершает этим уроком. Продолжение следует... По поводу вопроса, задавали вопрос, можно ли совершать молитву в два раката, то есть как бы прося барака и помощи Аллаха, чтобы понимать и принимать действия согласно полученному знанию перед началом кружков по изучению Корана и других областей знаний. И шейх отвечает, что не передается, нет пророка Асала Сальманец, подвижников и праведных пришественников, чтобы они совершали два раката перед тем, как получать какие-то знания, чтобы садиться в кружки знаний. Однако, если человек идет в мечеть, ему не подобает, ему нельзя или необходимо совершить два раката приветствия в мечети, прежде чем сесть, если это не время обязательной молитвы, то есть когда он заходит сразу обязательно, а он хочет сесть, то ему необходимо сначала совершить два раката. Это шейх отвечает на вопрос о том, нужно ли совершать молитву приветствия в мечети на площади, которая относится к мечети, то есть во дворе. И шейх говорит, что если это входит в стены мечети, то есть в забор, так скажем, мечети, то это относится к мечети. И потому что люди обычно во время праздника, там, других событий, что ставят приспособление на улице, чтобы совершать молитву на улице. Говорит, что это относится к мечети, если оно внутри вот этого забора, ограждение внутри, оно относится к мечети. Там вопрос был о лжи, можно ли лгать во время, когда примеряешь людей. Ложь является одним из больших грехов. Поэтому верующему непозволительно лгать. И если он солгал, то необходимо ему покаяться и просить прощения у Аллаха. Однако, если нам нужно помирить кого-либо, то есть, допустим, если два человека поссорились друг с другом, как нам помирить их? То есть, можно сказать одному из них, то есть, знаешь, вот этот вот человек, с которым ты поссорился, он делает дуа за тебя, обращается к Аллаху с мольбой за тебя? Это ложь или нет? То есть, он на самом деле не обращался к Аллаху с мольбой за него? На самом деле, он обращается к Аллаху с мольбой за него, допустим, когда говорит «Ихди нас с сиратом мастахин», то есть «поведи нас прямым путем». Мы ему скажем, ты знаешь, вот этот человек, с которым ты поссорился, он тебя, клянусь Аллахом, он тебя любит. Как? Как может быть, что он его любит? Потому что мусульманин любит всех мусульман, то это не будь ложью, то есть это не ложь. То же самое касается мужа со своей женой. То есть, не обращается к Аллаху в таких случаях, допустим, говорит «Я туда не ходил, хотя на самом деле он ходил». Это будет явная ложь, нельзя так делать. Ну, допустим, если она приготовила какую-то еду, даже если она, то есть там есть лишняя соль, слишком много соли, допустим, не очень вкусная. Но он говорит, это еда вкусная, прекрасная. Почему? Потому что все блага, которые у вас, мадри, дарва, они являются прекрасными и являются благом. Был вопрос о том, можно ли приобретать знания у людей, которые противоречат пути Сунны, Агри-Сунна-Вальджима. Шейх говорит, что нам непозволительно, человек, который причастливается к Агри-Сунна, непозволительно сидеть на уроках тем, кто противоречит Мазабу Агри-Сунна-Вальджима, и приобретать у них знания, и читать их книги. Сейчас, если кто-либо из нас заболеет, будет ли он идти к любому абсолютно врачу, непонятно какому? Нет, он будет стремиться идти к наилучшему врачу, который имеет наилучшую степень, допустим, профессор какой-то, даже если это какая-то незначительная болезнь. А что, когда говорить тогда о религии, это самое величайшее и самое ценное, чем владеет человек, разве он может идти и брать ее у людей, которые противоречат истине? Нет, конечно. То есть мы не читаем им книги, то есть мы не учимся у них. И даже маленькие из числа, то есть незначительные шейхи, которые являются незначительными, из числа Агри-Сунна-Вальджима имеют незначительные знания. Даже их книги, то есть, что если читать, лучше читать книги больших ученых, таких шейх Алибани, шейх Алибани, шейх Алибани, шейх Алибани, шейх Алибани и так далее, отдавать предпочтение им. То есть мы сейчас не говорим, что если кто-то из шейхов Алибани является незначительным по сравнению с большими учеными, это не значит, что мы их чем-то обвиняем или что-то плохо о них говорим. Нет, однако что мы должны стремиться брать и приобретать знания именно от больших ученых. Что касается неслаба, то есть минимального облагаемого закатом имущества в золоте был вопрос. Шейх говорит, что если у женщины есть золото весом 85 грамм, то в этом количестве золота необходимо, то есть она облагается закатом, необходимо платить с него закат. Как узнать именно какое количество необходимо выплачивать? Человек берет то, что у него есть из этого имущества, то есть заплатим это золото, смотрит сколько оно стоит, то, что у него есть, делит это на 40, и вот то, что получилось в итоге, это и будет равняться той сумме, которую необходимо выплатить в качестве заката. Что касается серебра, то есть имущество в серебре, то это 595 грамм, то есть минимально облагаемое закатом имущество в серебре. Субтитры создавал DimaTorzok Шейх говорит, что человек, который находится в Атикапе, совершает Атикап, то есть непрерывно находится в Митинге. Ему запрещено вступать в половой близости, понятно, со своей супругой, или же если это женщина, то с супругом, соответственно. Однако, если человек находится не в Атикапе, то в последние 10 ночей Рамадана желательно, что отстраняться от половой близости и больше посвящать себе поклонение Аллаху Субханаму Талли, совершение молитвы и так далее. Почему? Потому что, как приведется от Аиши, да будет довольный Аллах, что посланник Аллаху Субханаму потуже затягивал свою набедренную повязку, то есть изар. И под этими словами имеется в виду, что он отдалялся от женщин, не вступал с ними в половой близости, однако посвящался ее молитвам. Это то, что следует человеку сделать. Что? Отдаляться от половой близости в эти дни, в эти ночи точнее. В дни, понятно, запрещено в любом случае. В ночи, то есть шейх говорит, что это дозволено, однако лучше, чтобы человек больше посвящался поклонению и отдалялся от половой близости в эти ночи. Был вопрос о том, нужно ли выплачивать заказ имущество, которое человек откладывает на хадж. То есть от шейх говорит, что любое имущество, любые деньги, которые у человека лежат в течение лунного, то есть года по хаджре, и они достигли несаба, то есть минимально облагаемого закатом имущества, то необходимо выплачивать с него закат. То есть любое имущество, любые деньги, которые у человека есть, если они в течение года луны у него остаются, и они достигли, как шейх говорил уже, несаба. То есть минимально облагаемого закатом имущества, то человек берет калькулятор, делит их на 40 и выплачивает эту часть, получившуюся в качестве заката. То есть два с половиной заката. Даже если этот человек откладывает деньги, чтобы совершить хадж, либо купить машину, либо купить дом себе и так далее, любые деньги, которые у него хранятся, с них необходима закат. То есть если эти условия были соблюдены, которые ранее были сказаны. Что касается заката с товара в торговле, то, что человек продает. Закат, урода, тигара, кульма, уридда, льбай, шерак. Кам, مثلا, ладейбикал, ебийг, фиа, халя, муад, льбай, муад, льбай, муад, льбай, муад, льбай, муад, льбай, муад, льбай. Человек, если что-то собирается продавать, если у него что-то есть для продажи, будь это магазин продуктовый, где продукты питания, будь это салон, где продаются автомобили, будь это какие-то магазины со строителями, какими-либо фурнитурой и так далее, то, что необходимо для строительства. Все, что человек собирается продавать, если прошел лунный год, то есть после лунного года, необходимо выплачивать с этого закат. Что касается желательных молитв для Мусафера, для того, кто находится в пути, то ему, это был вопрос об этом, то есть можно ли совершать желательные молитвы помимо молитвы Ратиба, то ему является, то есть это узаконенным, что он может совершать абсолютные, то есть мутляка, абсолютные молитвы, которые не имеют какой-либо определенной причины. Как проверяется, что пророк, будучи в пути, находясь верхом на верблюде, он совершал эти дополнительные, абсолютно не имеющие причины, определенные молитвы Ради Аллаху Субхану Гутор. Однако, если человек совершает путь, он находится в пути, то необходимо ему, что, не оставлять совершение молитвы сунны, то есть дополнительные молитвы перед Фаджром, а также совершение молитвы Витр. Но это не значит, что мы не можем дать 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 Это не значит, что он не совершает какие-либо другие молитвы, кроме Сунны, Фаджера и Витера. Однако, что является желательным? Совершать вот эти неопределенные, которые не имеют определенной причины. Молитвы желательные, дополнительные. Человек, допустим, сел в самолет, сел в машину, сел в автобус. Куда бы они ни повернулись, он может совершать молитву, как это привязывает пророк Асала Санема в пути, когда человек находится, и когда это только что желательные, дополнительные молитвы. Однако, если это обязательная молитва, ему необходимо что повернуться лицом в сторону Тайблы. Я думаю, что это закончится. Нормально, что я хочу об этом. Да, я думаю, что если бы им было вопросы, чтобы мы были следующей главы, чтобы подарить им раппорт для вопросов. И, возможно, это все же. Каждый день или три дня мы были дарены. Я думаю, что это все. Проследовательные молитвы, мы будем объяснить в целом. Человек говорит, что вот эта вот ссылка на бот, она остается, если у вас какие-то будут вопросы, вы можете задавать эти вопросы там, иншала каждые 2-3 дня, по мере возможности, по мере свободного времени, будем такие вот небольшие собрания проводить в Телеграме, будем о них объявлять, иншала Таала. И не забывайте о том, что под руководством шейха есть МААГАД, то есть это учебный центр Сунна онлайн, где вы можете проходить разнообразные науки, религиозно-исламские, в том числе по Таухиду, по Единобожию и другим областям, где вы можете проходить, то есть получать знания и получать в конце и сертификаты также, то есть подзаходите и распространяйте среди других, чтобы это благо распространялось. И этот учебный центр на данный момент, то есть он реализован на 4 языках, на русском, на английском, извините, на арабском, на русском, на английском и на французском. То есть нам не подобает оставаться вот так вот, нам необходимо получать знания, изучать, изучать Кур'ан, повторять его, то есть изучать другие науки, потому что это знание, это является путем, по причине которого человек может войти в рай. И также...